всем привет давно нужно было обновить на подземку потому что больше больше всегда людей пишет особенно после того когда его понерфили то есть отрубили станы убрали машинку то есть смысл в том что теперь недостаточно просто выкачать силовой захват там пару петов клетку с поясом все можно спокойно там без бафу проходить то до полторы тысячного этажа по кд спускаться и целом не баф и не тратить ничего то есть в принципе в целом ничего не поменялось то есть фармить можно также просто теперь таких больших цифр ну рекордных глубин не будет но это кому по приколу бывать и спускались и до 7 тысячных этажей доходили но больше такого не будет максимум что доходили это четырехтысячные то там уже лопат не хватало не заканчивались тупо это с фолометрами марками всей этой лабудой причем основной принцип то есть самое главное это то что нету машинки то есть теперь урон не будет постоянно зависимости от усиления мобов ну и ваш усиливаться то есть там весь был смысл в том что когда есть трон седьмой и четыре хода неуязвимости то там в принципе постоянно откатывается силовой захват два раза но очень часто когда он юзается и как раз по сути эти 20 процентов не баф на силу принципе хватает чтобы под калашом под бафами полностью выносить моба то есть так можно было и ну там объективно бесконечно колопать там до десяти тысячного можно было дойти в принципе можно я думаю там лопат еще много оставалось но сейчас уже такого не будет особенно когда уже уже нету стану ну практически нет осталось только на одном питомца которого опять же они не хотят нерфить или но чинить чтобы не знаю чтобы обычные аккаунты в обычных пвп могли как-то побеждать фуловых тронов марков ну это единственный вариант короче самое главное убрали все умелки которые могут давать стан ну опять же то есть взять угля то есть когда умелка может применяться допустим его окаменение но стал моментально же проходит то есть первая там подземка она не всегда проходила там когда 300 на за один раунд стакались мы мог еще оставаться там гроб всякий в общем в эти все станы можно не сказать работают но эффект с них сразу же теперь пропадает но кроме единственно стана бендера ну потому что бендер это имба как бы там стан прокает и все это единственный стан который остался по сути это один из самых жестких петов на на подземку и тут много вообще можно выделить всего лишь то 6 или 8 питомцев если взять как которых надо постоянно первыми выпускать подземку это даже если сравнить пример вот их по сути вот трио блоха бендер фокусник и фрэнк вот по сути мы все до 7 питомцев которые сильно влияют на на базу сказать да как бы база и то есть все остальные они просто как бы либо таргет на себя забирать либо урон бафают я могу по порядку рассказать в общем самое главное злобоглаза в чем фишка допустим у него самое главное то что он ну четыре хода блочку кидает на умелки потому что там после ну полторы тысячного этажа уже у мелких у этих скелетиков там апперкоты молниеносности всякие эта фигня она уже просто шотит поэтому нужно дожить ну чем дольше проживешь тем лучше поэтому вот эта штука сильно полезно а там дальше дебафы всякие могут вылететь и по молнии всякое трепетение но может помочь иголек он просто идет как баффер урона то есть него 20 процентный этот на усиление урона либо броня когда он в темной форме он тоже помогает до каких-то этажей не умирать но и естественно да этот каменный щит который может кидать но боях основная фишка это то что он забирать таргет потому что теперь нету станов и в принципе на как выживать выживание идет за того что петы постоянно подставляются под скелетик то есть у горька уже 5 по сути 5 раз перерождается то есть опять жизнь там когда ну как вообще идут пвп с обычными оружиями не массовыми когда противник ну или ты в одну цель устремился ты будешь бить пока на тебя не повесят контроль или что-то еще а так как нету ну по сути на скелета не работает контроль он будет постоянно его бить то есть это еще три хода заберет ну то пока он живой то есть хищник это просто три хода пожить это принципе самое важное потому что на более высоких этажах там уже хрен пройдешь там просто с одной тычки все шутится если марка нет естественно дальше бендер ну бендер этой это имба это обезвоживание то 75 процентов шанс просто сил до единицы опустить три хода можно пожить даже не 3 а 6 там если повезет можно 6 года спокойно скелетика пожить ну и проверка удачи это единственный стан в игре который остался поэтому если проходит 30 процентов шанс с него то скелетик один ход в стане стоит но это немного но хотя бы шуту учитывая что станов нету можно сказать есть еще один стану к нему попозже можно перейти ну и когда он умирает естественно снимает все дебафы то есть там противные умелки у скелетиков даже если можно сейчас найти а вот вот этот посох то есть у него есть проклятие это по сути та же самая мелко которая проходит и на более высоких этажах но это еще низкий то есть она может просто пол хп даже все хп шутать то есть 40 процентов ну да можно сказать за весь проказ можете все хп сожрать потому что она бьет но не не уменьшается от кожи или от брони так дальше ну фрэнк это естественно просто воскрешение еще можно пожить ну а фокусник у него тоже есть по сути изумелок это увеличение урона то есть он когда выходит на поле боя то он 18 нужен чтобы 20 процентов урон увеличить но иллюзия маленький шанс но тоже может один ход прожить чисто из-за этого то есть на его смысл это он вышел увеличил урон если повезет даст иллюзию на всех еще один ход можно прожить тоже хорошая тема но блохая это как бы это просто это просто чесотку дает тоже увеличение урона сюда конечно бы попал еще и кристаллоид но у меня у него не 18 но нужен 18 там 6 процентным шансом идет это стужа если это единственный навык который от него нужен она в принципе уменьшает ловкость единичную 0 единичку дает на 25 процентов увеличение урон по сути как блоха только еще и теперь как можно сказать один из самых таких сильных дебаффов это унижать ловкость 0 потому что из-за того что нету станов теперь есть постоянные ворота у скелетиков то есть ловкости у них ну понятное дело когда ловкость там 10 раз больше даже или в 5 там постоянно у тебя будет шанс на промах там процентов 50 но образно говорю я не считал то есть самое главное по сути теперь машинка является этот таран потому что когда прокал таран ты можешь наносить урон потому что нету промах то есть под этот таран много чего стакается атаки и прочего всего тогда весь урон и выходит если таран катился вообще на весь бой ну то есть второй раз откатился у него на четыре раза тогда еще лучше уж опять же ловкость но другими смыслами нету понижать ловкость это по сути чисто чтобы силу понизить чтобы пожить потому что ее нужно в ноль понижать даже если она там будет половину но это ничего не дает то есть вот такие статы идут что пофиг главное что ее в ноль снижать это сейчас самый большой дает урон дальше по всем остальным петам что мы сказать мара тоже бесполезно ну то есть у нее есть понятное дело очарование три хода это тоже бочка вниз на три хода по сути ее можно как бы ставить вот если посчитать примерно четыре хода раз два три ну вот можно на четвертый слот и оставить чисто чтобы иногда ну 40 процентов шанс это маленький шанс чтобы еще прокнула облочка на умелки потому что у мелкий персону там почти все шотят а если еще нету леги у них ну там у скелетиков практически одинаковым она полуменок то есть у них часто есть обезоруживание ну то есть они его чаще намного и за это если у вас нету легендарки ну или допустим стоит слотея допустим эпическое оружие это сильно мешает поэтому с легендарками проще ходить так дальше у пинка тоже ничего особого нету то есть кидать какие-то подхилки типа после смерти мары там или кота 30 процентов вот кота 30 процентов бафа кп это еще полезно но опять же вот эти гипно волны это все ну стану никакие не работают из этих всех питомцев тут много чего перечислять можно но то кипер девочки есть допустим ее щит из полезного то есть силы 20 процентов увеличит и урона 35 понизит тоже полезно ее тоже иногда часто в первые слоты можно пихать ну то есть на выход допустим бабл тоже если под зеленый ну в зеленую форму свою войдет он 20 процентов стат бафнет по сути тут все либо баферы либо те кто могут как-то урон уменьшить то есть макака полностью бесполезная просто ну просто дает может нам покалечить уменьшить статку какую-то но это бесполезно то есть нету смысла его выходить в первый слот дракула может еще тоже напомню на первое слоты и ти но где-то здесь потому что у него есть воскресе то есть он будет забирать таргет именно себя то есть урон петра понятно из на более высоких этажах до этого дожить сложно но это возможно турико есть но прикольная тема это его одно огурчик этого форма на четыре хода когда он ее уязает если на него таргет выпал когда он его везнул то есть его мог будет бить все четыре хода вот как я сказал потому что станок нет он будет у него четыре хода долбиться. А если он еще раз юзнет, то, естественно, еще четыре хода, потому что он может и сразу юзнуть. Все остальное от него, в принципе, не надо. Просто смысл в том, чтобы... Ну, естественно, первая у мелкая есть, да, на 30% силу снижает. Ну, тоже полезная. Но, в принципе, главное, что он может иногда прокнуть вот за гурчик. Газилла тоже бесполезная, чисто силу, ну, там, чисто статы снизить. Диджей, ну, по сути, этих пета можно не вызывать. Вот эти вот, что идут. Вот их раз, два, три, они, по сути, бесполезные. Диджей, если прокнет у него перезагрузка, он может бендера воскресить, да. Но туда дожить и тратить на это ход, так как в клетке уже никого нету, в этом особо и смысла нет. На более высоких этажах уже не доживаешь до такого. Ну, уроки-то тоже никаких интересных умелых нету, то есть на снижение силы, либо в ноль лог снижать, либо как-то жить. Нет у него ничего такого, ни бафа перса, ничего, как у вот этих питомцев. Таргона есть, но провокация может работать, ну, просто это тоже редко отыгрывает. 30% шанс в панцире. Ну, то есть может пойти, если нету никакого из основных петов, которых я там назвал всем питомцев. По сути, их можно расставлять вот как повезет, потому что идеальной тактики не будет, станов нету. То есть там через 100 этажей можно уже все поменяться, то есть перс будет убиваться и выгоднее просто взять, ну, то есть выше поставить урон, а петы, которые вам выживаются, дают, ну, бесполезные будут. Потому что что не дают ее, что не дают, вас с одного хода в аншоте будут. Даже когда у меня уже 1800 этаж, но это при том, что я спускался, уже встаток вообще не видно, когда этот супербосс новый, ну, не новый, это тут на большой охоте, когда вылазить. То есть в этом принцип. Вот единственное, что зомби, да. Зомби можно даже так поставить и как-то его вставить. Ну, то есть... Обновить надо. Все, можно сюда поставить. В принципе, это единственная от него польза осталась, это его... Вот... как... Зажарник его. Вот это единственный стан, который еще работает. Но это не стан, это... То есть, ну, как написано, обескураженные враги пропускают следующий ход. То есть противник, он может, то есть может блокировать удары, уворачиваться от них, он может делать все, но не может нападать в ответ. То есть бить он в ответ может, если ближнее оружие там или среднее, смотря что стоит. Но... То есть нападать на вас он не может. То есть можно еще пожить от этого. Вот это ему, в принципе, единственный хороший, потому что это как бы не стан, это пропуск хода. Ну, то есть он еще работает. Рада только на один ход, но все равно, если стоит в клетке, можно его где-то даже ставить выше. То есть это умелка, в принципе, часто у него прокает. У него особо других нету. То есть она нормально будет работать. То есть, опять же, это не стан, это просто будет пропуск хода. Если с ближним оружием, ну, будете, кто еще вообще с ним играет, то есть нападать, то от ветка прилетит, вы умираете. Ну, по сути, на подземке нельзя без стационного оружия, ну, или хотя бы даже без среднего. Среднее будет 50 на 50 работать, а ближнее это, ну, вообще никуда не годится. То есть это вообще 33% шанса, что оно, ну, хорошо зайдет. Потому что у скелетиков есть выбор, либо ближнее, либо среднее, либо дистанционное. Ну, а дистанционное, среднее, ближнее. Вот, то есть 33% шанса. Тут обикинут, то есть либо 2 оружия будет, либо 3. Ну, будет такая тема. Поэтому лучше всего брать дистанционки, естественно, кожи. Двойные удары, криты. Значит, по 5, там все, по бафам. Ну, бафаться сейчас нужно намного раньше. То есть, в целом, ну, если перс фуловый, то есть у него вот эти все машинки все фуловые, то там умирать от басов начинаешь только с этажа 700-го. Ну, где-то там иногда уже, ну, там уже часто с 700-го умираешь. Раньше, когда была машинка без бафов, я где-то на 1200-м начал как-то уже активно от босса умирать. То есть, я не бафался там вплоть до 2000-го этажа. Сейчас без бафов проходить, ну, это... Это нереально будет. То есть, тут уже все. Пол ХП остается. Тут, то есть, очень долго колупать. В принципе, до 2000-го этажа можно спокойно выносить на обычных бафов. Ну, на обычных я имею в виду те, которые, то есть, ну, практически бесконечно, если ходить, кошмарки. Потому что, вот, самый обычный набор бафов, те, что просто идут с равианта. Ну, вот эти бесполезные, потому что, как бы, лог и сталант ничего в игре не дают. Грубо говоря. А коктейли, юзати, понятно, они намного сильнее бустанут урон. Но, во-первых, их не дают с контейнеров. И покупать их дорого, это невыгодно. То есть, это не зачем это делать. То есть, с такого, ну, проще станет намного идти. Но, опять же, даже с такими бафами уже 1800-й этаж можно вот уже рандомить. Можно что-то там подкорректировать на какие-то 100 этажей, как-то тактику получше сделать, чтобы вот такого рандома не было. К примеру, ну, блоха, она, в принципе, автоматом выходит всегда, ну, когда только три пета на поле. А чтобы было три пета на поле, это не так просто и сделать. То есть, можно попробовать так сделать. Просто есть семь петов, вот их можно переставлять вот как угодно. Хоть в клетке менять, хоть в чем-то. Но эти этажи уже сложно идут. Потому что, опять же, бафов нету, на криты нету, на двойные удары нету. То есть, слабенький баф. То есть, когда я уже юзну эти бафы, то есть, основные... Ну, это самый основной баф, который надо юзать. Урона уже будет больше. Даже у него. Даже за две лопаты проходить. С конденсатором еще намного проще. Но тут идет теперь очень сильный рандом. То есть, будете выносить и кому-то все равно проигрывать. Потому что, долго жить получается только за счет того, что петы подставляются, у вас получается всех вызвать. Потому что бывает такое, что, ну, просто сразу у вас скелетик выносит. Ну, и опять же, сейчас нету формулы на дистанционке нормальной. То есть, когда было лето, была хорошая формула, которая урон давала. А сейчас просто, которая статку снижает. Рандомно. Ну, фигня формулы. Просто считать, что ее нету. Понятно, там еще и бафы мне много помогли. Но тыква тоже дает станы. Она тоже, как бы, пропадает. То есть, у него тоже толку нет. По сути, все равно, самым сильным остается, ну, это там агавк легендарный. Но, опять же, не всегда. Потому что основной урон вливается тогда, когда ловкость ноль. А его механика ломается все равно, когда ловкость ноль. Поэтому, ну, я бы даже сказал, все равно калаш лучше остается. То есть, калаша постоянно эффект будет работать на тридцатках. Потому что там у скелетиков по-любому уже есть. Либо кожа, либо броня. Ну, то есть, у скелетиков тоже тридцать там умелых. Там очень часто провокают практически всегда, что у них будет какая-то кожа, либо какая-то броня. И урон по ним будет увеличен. То есть, в целом, спокойно сейчас можно до двухтысячного этажа доходить и спускаться. То есть, лопат будет много. Можно там дальше доходить. Я на прошлом моменте до три тысячи с копейками какого-то доходил. И у меня там лопаты еще оставались. Но они уже конкретно в минус шли. Но это при том, что была формула. Сейчас будет сложнее. То есть, даже если здесь вроде бы не спускались, то где-то двух с половиной тысячный этаж где-то. Не сильно больше. Тут уже... Ну, где-то так же, да. То есть, тут очков-то меньше дают в целом. Тут где-то под 3К уже. Но тут уже спускаться нужно. Потому что трона нет, марка нет. Там лопаты в минус идут жестко после трехтысячного. Там буквально 2600 этаж нормально все. 2700 уже все. Там уже намного больше сливов идут. А лопаты идти начинают в минус, когда тут стабильно проходится. Тут за два убивается, потому что сильный. И на втором кругу уже вот здесь идет рандом. Вот когда вот здесь уже идет рандом, то есть, ну, очень часто по две лопаты уходит. Там уже лопаты конкретно в минус начинают идти. Тут, естественно, по две лопаты часто уходит. Ну, и на боссе, естественно, 4-5 лопат точно уходит. На тех больших этажах. В целом, что еще? Что еще не сказал? А, ну, лопаты также идут. Ну, надо... Сколько? Ты... 1580 лопат где-то. Ну, я так считал. Обычно беру 1600. Но если посчитать примерно сколько это... Ну, чтобы комфортно было, потому что если брать чисто 1500, могут там закончиться. Там могут... Ну, вот, 1580 все равно могут 40-50 лопат только оставаться там в один период. Ну, в принципе, беру брать можно 1600. Ну, 1580 пускай будет. Делим на 5 и умножаем на 45. Вот, 14220 звезд. В принципе, это нормально. Ну, кому в лень сидеть или у кого нету... Ну, понятно, чего нету. Нормально. Тогда просто, ну, надо закупать 1700 лопат. Ну, это проще. Проще 1530 звезд потратить, чем там сидеть, ну, мучиться с этим. Постоянно эти сундучки потом пополнять. А когда спускаешься, уже и париться не нужно. То есть за подземку можно, если чуть охренеть, можно 3-4 раза спуститься. Ну, я, в принципе, один раз спускаюсь. Это... Ну, самое главное в подземке, это, ну, как бы не очки, я чисто боюсь энергией, ну, и ресурс. Потому что, в целом, игра уже такая... Ну, то есть в такое русло пошла, что смысл ее теперь совсем другой. То есть когда есть бесконечные бои с энергией и ресурсы эти бесконечные, то есть ресы в подарках вообще не имеют смысла. Потому что все, по сути, фармят одинаковое количество. Но из-за этого, ну, мощность становится... Ну, по сути, у всех одинаковая. Даже если чисто хай взять, потому что там все бип в основном. То есть мощность... Ну, у всех мощность одинаковая. Это чисто разница в чипах, можно сказать. Ну и в тех, кто не выкачал манипулятор. А по сути весь идет основной кач за граб теперь. То есть смысл уже есть, чтобы бить бои и грабить. А там уже совести уже почти ни у кого нет. То есть если разрешили бить подземку, но бои никто не отменял. То есть правило есть правило, но нарушают их. Конечно. Да, но самое главное, что конфетница 20 сильно большой балл дает. Ну потому что опять же, надо максить себе крит удары, двойные удары. Ну все, это конфетница, бафы дает, она их усиливает. То есть без конфетницы тут вообще только будет. Это опять же. Конечно есть минус, допустим, если у вас есть машинки, которые могут руинить. Вот допустим этот ракетный залп он может руинить. То есть это бесполезный мелк, который еще и откат пояса может забирать. То есть если есть БТР, допустим. Да, от него есть урон. Но во-первых, перстов столько они жить не будут на больших этажах. А во-вторых, хочется, чтобы выехал таран все-таки. Чем раньше таран выйдет, тем лучше. Потому что и соперник уже может, по-моему, начать промахиваться. Потому что когда идет очень большой стат в ловкость, там даже когда коктейль из Заяца, ну там воротов нету, я сколько наблюдал. Я не знаю почему. Скорее всего их либо отключили, либо сильно занизили в уровень очень большой ловкости. Не знаю, скорее всего так. Ничего из полезного. Ну амулеты там такой урон идет, что единственное, что отыгрывает это посыл. Вот это молния и проклятие. Тут другого особого ничего не надо. Можно, конечно, стат силы поднять, то есть убрать проклятие. Но опять же, урон тоже пропадет от этого. По сути, это самый обычный пул. То есть, опять же, тактики идеальные пока, ну, нету ее так не подобрать. То есть все равно будет работать рандом. То есть можно какие-то пару процентов себе в плюс выбить от этого. Но смысла это только для тех, кто будет там бить просто не спускаясь. А те, кто спокойно доходит с фул такими этими петами до полторашки этажей и лопаты в плюс уходят, их там тысячи три, три с половиной остается, то могут спокойно спускаться. Ну и пока дефармить. Потому что, опять же, кто будет бить, тому, в принципе, как бы он тут этих петов особо не поставил. Главное, чтобы, ну, хищник был хотя бы на старте, если марка нет, чтобы три хода жить. Ну, а дальше тут можно по-разному. Можно даже сразу оголька не вызывать. Можно взять другого стартопа, это типа блохи, фрэнка, либо вообще фокусника. Потому что, ну, тут как повезет. По сути, сильный рандом теперь без станов идет. Что еще важного? Ну, под конденсатором, конечно, это сильно. То есть, по сути, пять часов. Ну, если подземку можно бить, ну, 12-15 часов, ну, если так не охреневать, то конденсатора на половину, ну, на полдня, ну, в день половину хватает, чтобы бить. Конденсатором, конечно, сейчас это все разваливается будет. Потому что 60% силы, это, ну, даже вот боковой улетает с одной. То есть, когда у вас петы все доживают, и вы нормально там, ну, долго живете, то скелетики спокойно убиваются, если вас на старте не убивают. То есть, сейчас уже даже мои... Вот, сейчас-то идут такие рандомы. То есть, был бы марк, допустим, сот, ну, хотя бы четвертый, чтобы сотку счета дал. Это было намного проще. Был бы трон, ну, уже, ну, хотя бы пятый, который там три хода не уяздает. Это еще проще, намного меньше было бы таких сливов. То есть, у кого есть трон и марки, они, по сути, тут намного меньше сливаются, могут дальше пройти. То есть, тихо, ну, никак не обыграть. В этом плане фарма будет больше. Ну, опять же, это сколько времени будет? Кто кошмаркой не ходит, у того, допустим, ну, торна нету, бафов нету. То есть, у них один вариант, это, ну, заходить до 800-го этажа без бафов, потом, ну, чисто на одних конденсаторах, если не 15-й, там, сколько он? Сколько он раз кодешится в день? 4 или 5? Не помню. Наверное, 4. Чисто на конденсаторах выходить, чтобы не тратить бафы. Потому что они, ну, их много, но они все равно могут заканчиваться. Особенно, когда, ну, жалко их тратить. Буквально две подземки, там, буквально уже с третьего дня их нужно бафать. Это, если с третьего дня по 10-12 часов, это по 50 бафов. Ну, так, примерно, может, даже больше. А цены их покупать за звезды, как бы, ну, кому это надо? Хотя, учитывая, что сейчас звезды, у кого фулловые аккаунты нужны, по сути, чтобы там, ну, просто развлекаться уже в игре. То есть, не упарываться в подарки. Копить просто, бить БК. Там, не знаю, на жести дорогие билеты брать. По сути, для этого и нужно. Их я петов забыл сказать. Ну, призрачный воин, он всегда что-то дает. То есть, если он есть, это уже хорошо. А у чужого вообще никакие навыки не работают. За это все я сказал. Ну, ящики идут так же. Ну, от первого до 1000-го этажа там такая же, не знаю, как ее нарисовать. Пербал или как она называется. То есть, до 400-300 с какого-то этажа лопатой будут уменьшаться, потом понемногу идти в плюс. Также, как можно посчитать? Допустим, как я смотрел, с первого по 10-й этаж дается, по-любому дается, два зеленых ящичка и один синий. То есть, с 10-го по 20-й будут даваться два синих, ну, на 9-10 этажей и так же вроде два ящичка. То есть, на 1000-м этаже даются уже точно 11 ящиков. От 900-го до 1000-го будут даваться от 10-ти до 11-ти. От 800-го, ну, от 800-го этажа будут даваться от 9-ти до 10-ти. Ну, и так по уменьшению. То есть, ну, чтобы примерно понять, как увеличение ящика идет на 100 этажей. А синих уже за первые 100 этажей уже будет, ну, максимальное количество. То есть, после 100-го этажа они уже все должны идти синие. Ну, это для тех, кто шкатулки фармит. Ну, в принципе, для тех, кто знает, как идут эти ящички зеленые, синие. Тут все в игре прописано, это все давно уже известно. Ну, в общем-то, такой играет. Всем спасибо. Продолжение следует...